Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня мы с вами поговорим о евнухах. Могли ли они спать с женщинами и могли ли они иметь детей? Казалось бы, ну как такое возможно? Он же евнух. Не мог он их иметь? Я могу вам ответить на этот вопрос. Мог. Только не спешите меня забрасывать тапками, сейчас во всем будем разбираться с самого начала. Итак, евнухи были разные, белые, черные, ну в общем операции тоже были разные. И вот именно из-за этого фактора все и зависело. Самый страшный метод, по которому мужчина не имел возможности физически удовлетворить женщину и иметь детей, это полное удаление полового органа и яичек. Тут, конечно, было много проблем, поэтому этот метод очень редко применялся, так как люди после такой операции погибали или жили недолго. Сбой гормонов, зарастание уретры, угнетение оси мочеиспускательной системы и так далее. Ученый, который смог наблюдать за такими евнухами, отмечал, что мужчины все время вынуждены были ходить с трубочками, чтобы справить нужду. Но это не все, что было в их арсенале. Были пробки, чтобы не допустить недержания. Также у них были серебряные иглы, так как уретра быстро зарастало и им нужно было все это дело убирать. От таких мужчин сильно пахло и так далее. Но невыгодный такой евнух. Да, вступить в половой контакт он не может. Но мужчины прибегали к другим методам удовлетворения женщин. Как известно, еще ни одного евнуха не смогли заставить перестать любить. Этого отнять было невозможно. Евнух в первую очередь человек и даже с полным удалением половых органов ему могли нравиться женщины и любовь с ними случалась. Обычно такие евнухи знали, как удовлетворить женщину без мужской штучки. Обычно мужчины прибегали к протезам, с помощью которых они могли удовлетворить наложницу. Такие игрушки делались из железного дерева. Поверхность протеза становилась как будто бархатной. Но весил он, конечно, немало. Самый распространенный вид кастрации – это когда удаляют мешочки вместе с семенниками. Такая операция более простая и процент выживших выше. Такие евнухи тоже не могли иметь детей. Но их мужское достоинство могло работать как у нормального мужчины. Более того, евнух мог испытывать и оргазм. Если, конечно, мешочек не был отрезан до созревания. Если мальчик не смог созреть до эрекции и операция была проведена, то мужскую силу он так и не приобретал. Но тут, как и высший мужчина, мог воспользоваться игрушкой протезом. Обычно такая связь длилась недолго. Но евнухи могли воспользоваться этим временем по полной. Конечно, помогало евнухам то, что они все свое время проводили с женщинами, которые не стеснялись их ни в хамаме, ни в спальнях. Евнухи хорошо знали телосложение женщины и что она хочет. Были такие случаи, когда наложниц выдавали замуж, и те сбегали от своих мужей к евнухам. Они открыто говорили, что им лучше с евнухами, так как их мужья грубые и невнимательные. Даже одна сестра султана Сулеймана вышла замуж за евнуха. Был еще один вид кастрации – это раздавливание семенников и подрезание каналов. Обычно каналы подрезались в младенчестве. В основном все эти операции лучше было проводить до 10 лет. У мальчиков сохраняется нежный голос, и операции переносятся более легко. В этом виде кастрации могли удалить не все яички, или раздавить не все или не то. Медицина была не на высшем уровне. Конечно, это ужасный пример, но больше примеров, к счастью, мы привести не можем. В данном промежутке времени кастрация животных в наше время тоже может быть неполной, и они могут оплодотворять себе подобных. Так и в случае с евнухами. Обычно это скрывалось. Мужчина боялся признать, что кастрация была неполной, и мужская сила или семя сохранилась. И в истории были такие случаи, когда женщина беременела от евнуха. Из-за этого евнухи и были темнокожими. Так было сразу понятно, что это не будущий наследник, а измена наложницы султану. Обычно таких женщин сразу казнили, а малыша убивали. Евнуха тоже придавали казни. Если женщина в гареме была замечена с евнухом, то евнуха убивали, а женщину запирали в помещении, где ее отдавали янычарам. Женщина постепенно умирала от травм и полученных болезней. Это было очень жестоко. Но на этом османы не останавливались. Женщина, которая была замечена в прелюбодеянии, помечалась клеймом. И не просто на теле, а на половых органах. Обычно такие женщины не выживали после такой процедуры. Что касается евнухов, то они не были обделены вниманием в гареме. Секса у них было предостаточно, так как тысячи женщин становились запытыми султаном, и евнухи были их спасением. Конечно, некоторые влиятельные султанши заводили себе гарем девочек. Так называемых подружек, которые облегчали одинокую жизнь с помощью фигурок из железного дерева. Женщины в гареме выживали как могли, но не стоит осуждать. Всем хочется быть счастливой и любимой. Гарем – это тяжелое место, где существовали очень страшные законы. Многие женщины умирали молодыми из-за пустяков. Вы можете ознакомиться более подробнее тут. Мы уже рассказывали, от чего женщины умирали. Есть еще один вид кастрации, но этот вид приводит к неминуемой смерти. Даже если пережил ее, тебя со временем все равно убивали. Это наказание. Когда мужчина провинился или был замечен в страшной измене, его кастрировали. И если он выживал, то его потом убивали. В гарем такие мужчины попасть не могли, так как мужчина уже познал плоскую любовь и был нечистым. Войны, которые попадали в плен, тоже кастрировали. И причем очень часто. Операция проводилась зверски, поэтому выживал один из десяти. После того, как Евнух отслужил в гареме, он мог попросить увольную. И если мужчина был в почете, то ему покупали дом или давали хорошую выплату. Евнух мог уйти. Обычно такие люди селились подальше от городов и заводили собственные гаремы. Брали женщин в жены, у которых уже было.